Делегата с решающим голосом Мои пожелания, жалобы, пожалуйста, высказывайте Феден Андрей Анатольевич, город Королев Российский комитет рабочих, как всегда, мне понравился В этом году очень бурно обсуждались проекты Дошли даже до крючкотворства Ничего страшного, все по сути, самое главное Написано, принято И самое главное теперь это воплощать в жизнь Решение доносить до своих коллективов Написать проекты кол договоров И чем-то уже похвалиться в следующий раз Ну какие-то недостатки, не знаю У нас все более качественный состав Более-более такой рабочий Самые нужные только консультанты, операторы И рабочие Все делегированы коллективами С большой географией Со всей нашей страны Хочется надеяться, что будет больше Больше заводов представлено, предприятий Вот Ну вот так вот Надеюсь на это И, конечно, хотелось бы Чтобы все, кто со стороны смотрит Все-таки поняли, что они Предают просто Не только нас, а Самих себя И своих детей Потому что Все, что мы здесь говорим Или предполагаем Оно все сбывается Это просто объективные вещи Инфляция Понижение зарплаты И так далее С этим Можно только бороться И только вместе Мы должны быть вместе все Вот Все, что я хотел сказать Спасибо Спасибо Товарищи, что я хотел сказать По сегодняшнему семинару Вчерашнему С одной стороны Вот у появившихся явления В интернете Мы видим, как люди приезжают Подвиниваются опытом Рассказывают свои наработки Задают вопросы Это хорошо Действительно Комитет Ты видишь повестку Да, это мне интересно Но, походу, у меня еще есть Какие-то вопросы Которые я обсужил В куларах Это тоже все хорошо Но сегодня Вчера Возникла неинтересная Такая ситуация С мандатами И вот когда вопрос С этим ладными решались Я поймал себя на мысли Что Вот смотрите Мы делегируемся От рабочих коллективов Именно это дает направо голоса А теперь представить Что А, есть второй способ Это делегирование От правкома Из-за чего Сработа пошла Нет правкома Союза Союза, да А если бы Мы были сюда направлены Забастовочными комитетами И об этом Вся была замечена Что фактически У нас тут получился Своего рода Совет Самый настоящий Орган государственной власти И вот об этом Как-то Когда смотришь Как я записи Когда Со стороны Гляешь Как бы Не задумываешься А оно вам Лучше оказывается То есть Это очень большая Большое мероприятие Большой перспективой И Призываю всех Регулярно В этом участвовать И Развивать качество Это участие Качество заключается Как в работе Непосредственно На этом мероприятии Так и качество Подготовки К этому мероприятию Своих коллективах Спасибо Алексей Михайлович Чопа Город Епетербург КПК УРФУ Оператор станков ЧПУ Четвертый раз Принимаю участие В российском комитете Рабочих Комитет проходит На высшем уровне Как Как всегда Очень много Новой информации Важной Очень много Интересного Было Обсуждено В КУАРах То Процесс обсуждения Поправок Здесь его не видно Но Как это происходит Это очень Очень важно Очень интересно Что я хотел сказать Уже в нескольких Постановлениях У нас присутствует Такое понятие Как Городские объединения Рабочих То есть Я хочу Предложить Участвовать В Доносить Ту информацию Которую мы здесь Получаем Тот опыт Который мы здесь Получаем Не только В своих коллективах Это обязательно Это понятно Что мы в свои коллективы Должны принести Вот этот опыт Который здесь получаем Но и Не знаю Со знакомыми Рабочими С других предприятий На других предприятиях Общаться И делиться опытом С рабочими Других предприятий Которые еще Не принимали Участия В Российском комитете Рабочих Объединяться В городские Объединения Рабочих И Вырабатывать Свой опыт На местах В своих городах И Ну вот Примерно В таком же Может быть Формате Как российский Комитет Рабочий На одном Предприятии Какой-то Один опыт Получается На другом Предприятии Другой опыт А Какой-то Такой Коллективный Опыт В рамках Города Можно Вырабатывать Вот в таких Объединениях Вот что я Хотел сказать Гитл Юрьевич Слезеремонтник Самарской Гресс Уже Опять-таки Повторюсь Что неоднократно Посещаю Российский Комитет Рабочих Хочу сказать Что в этот раз Замечаю Такую важную Вещь Что все Больше и больше Рабочие Общаются Не только На официальной Платформе Российского Комитета Рабочих Но и между Собой В перерывах После окончания Семинаров Вечерами То есть Вплоть до Глубокой ночи Люди сидят И обсуждают Важные Насущные Вопросы Рабочих Это очень важно Это очень здорово И на самом деле То что здесь происходит Сегодня Может быть Как оно не казалось Со стороны Но на самом деле Это становление Советской власти То есть В будущем Я убежден Здесь будут решаться Очень важные Большие вопросы Прогрессивными Рабочими Еще важный момент Хочу сказать Сейчас Все мы знаем Какое непростое Событие происходит У нас В стране Рядом с нашей Братской страной С Украиной Я хочу обратиться К рабочим К трудящимся Украины Что вас здесь ждут Мы вас всех ждем Приезжайте И мы будем Делиться с вами Опытом Вот И чтобы вы Как бы тоже Становились Сознательными Сильными И настоящими Прогрессивными Рабочими Спасибо Соловьев Василий Феликсович Город Ленинград Петербургский Тракторный завод Электрогазосварщик Ну что я хочу сказать Случаи травматизма Конечно на производстве Очень такие Увеличены Но это все Сказывается Это сказывается тем Что приходится Людям работать Сверхурученно Приходится людям Работать ночами Даже если Как-то пытаемся Это все Ну Эти случаи Происходят днем Это все Потом откладывается И просто Работодатель Пытается Это все скрыть Но в любом случае Работодатель Обязан оплачивать Эти травмы И Повышать зарплату Потому что Хотя бы хоть раз бы Вот нашим рабочим Открыть коллективный договор 134 130 Статья ТК РФ И там все сказано Что согласно С ростом цен Повышением тарифов Обязаны Также Повышать и зарплаты Вот И просто Чтобы вот Наши рабочие Так не говорили А платят И ладно Там Типа что Вот Все главное Что работаем И все И таких вот Просто как-то Большинство Но все-таки Мы вот Как-то собираемся Все вместе Пусть даже Если нас мало Но Это получается Как две лягушки В сметане Одна пытается Тонуть А другая Пытается выбраться Вот Так вот Надо так же быть Быть достойной Той Которая пытается Выпрыгнуть Из этой сметаны И пытается Бултыхаться И барахтаться Потому что Все равно Так или иначе Из густой сметаны Взбивается Твердое масло Ну все Спасибо Кузнецов Киров Энергомаш Завод Ворота Ленинграда Конечно То что здесь происходит Оно Не может Не нравиться Мне Как рабочему Человеку Это нравится Все больше нравится С каждым разом Потому что Больше всего Нравятся люди Которые сюда Приезжают Люди Видно что Умные Люди Начитанные Люди Образованные И главное Я знаю что это Рабочие Потому что Среди рабочих Сейчас Ну там где я Работаю В общем то Не хочу сказать Что они Чем то Глупее меня Но В политическом Плане Они конечно Довольно Не на высоте На той высоте На которой Должен Находиться Рабочий Человек На мой взгляд Политической Высоте Я имею ввиду Вот Но это В принципе Для этого Есть объективные Причины Потому что В основном Народ то у нас Работает Приезжий Народ то Со всей страны Приезжает На заработки Вот Очень большая Такая текучесть Кадров И прочее Вот Вот еще Такой вопрос Задавался Мне вчера Что вот Вы из другой Партии А Собственно говоря У вас то Сколько рабочих В вашей партии Отвечу Что В процентном Отношении В нашей партии Рабочих Гораздо меньше Чем в вашей У вас Именно Рабочая партия У нас в основном Партия состоит Из интеллигентов Мы коммунистическая партия Состоим В основном Из интеллигентов Но С рабочими Мы работаем Постоянно Рабочие К нам приходят Постоянно За советом Мы постоянно Помогаем Постоянно У нас собираются Представители Профсоюз У нас постоянно Работает В нашем офисе Рабочий Профсоюз МПРА Который Кои-кто Недолюбливает Вот Поэтому Контакт С рабочими У нас Постоянен И если взять Так сказать По крайней мере На Первомайской Демонстрации По Невскому Проспекту Мы И Представители Рабочей Партии России Которых К сожалению По сравнению С нами Очень мало Мы по крайней Мере Идем в одной Колонне Вот это То что я хотел Спасибо Спасибо Сердолюб Телеф 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 Курск Калиф Романтер Южноэлектрические Сети Первый раз На РКР Для меня Важно здесь Было побывать Да В первую очередь Для того Чтобы увидеть Организацию Что рабочие В принципе Как бы Все знакомо Все те же лица Такие же Рабочие Как у меня На работе Делаем Все то же самое Но не хватает Нам организации Организация Здесь показана Как нужно Быть организованным Вот И нужно Перенять Такую же Организацию Так же Четко Все сделать И у тебя На производстве И тогда Она ждет успех Это самое Важное Для нас Спасибо Контрец Андрей Оператор Линей Если Кого-то Интересует Мое субъективное Мнение Конечно Мне тоже Все понравилось Отлично Организация На высшем уровне Но Так сказать Объективно Что Я Хотелось бы Так Заострить На этом Внимание Что Убедился На практике В очередной раз Что Коммунизм Это Идеология Рабочего То есть Именно Когда Общаешься С людьми Которые Сказать Используют На практике Идеологию Коммунизма То Как бы Убеждаешься Что Действительно Вот эти люди Они Идут Правильной Дорогой И придут К правильным Целям Вот Вам будет Немножко Непонятно Но Проходит Обучение В Красном Университете То есть В принципе Большинство Из нас Я думаю Начинало Именно С этого Сначала Вроде Как бы Тебе Непонятно Куда Чего Как 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 Это Устроено Кто Есть Кто А После Прохождения Обучения После Постоянного Помощи Товарищей Многие Вещи Встают На Свои Места И Может Быть Для Квоты Будет Это Сожалением Да Но Обратного Пути Уже Просто Нет И Когда Вот Нет Допустим Иногда Там Неохота Идти На Работу Да Или Какой То Там С Кем То Общаться Просто На Сегодняшний Момент Я понимаю Что Это Необходимость Просто Опять Ж Повторюсь Обратного Пути Нет Мы Путь Ты Идешь До Конца То Есть Общаешься С Людьми Доносишь Все Знания Вообще Вот Мне Знания Допустим Вообще Не Жалко Делюсь Всем Абсолютно На Обеде С Утра Даже Если За станком Там Перерыв Какой-то Выдается То Все Что Я Узнаю В Плане Коммунистической Идеологии То Я Людям Передаю И Как Б Получается Поначалу Вроде Люди Иногда Так С Осторожностью Относятся К этому Но В целом Как я Вначале Сказал Коммунизм Это Идеология Рабочего То Есть Все Что Я Говорю Оно Выверено Именно Научно То Есть Это Даже Не Я Придумал В Целом Просто Я Про Как бы Это Осознаю Провожу Через Себя И Как Проводник Передаю Людям И Естественно Людям Это Близко Потому Что Это Наша Жизнь Вот И Как Бы На РКР Я Убедился В очередной Раз Что Именно Действительно Это Нас Объединяет Поэтому Товарищи Рабочие Начните Хотя Б Со Вступления В Рабочую Партию России Мы Покажем Вам Светлый Путь Да И Построим Да За ним Не Хочешь Научил Ну И Построим Социализм Вместе Соединяйтесь Товарищи Спасибо Горбушкин Сергей Электросталь Электромонтер Ну Я Вот Последнее Время Ну Когда Интересовался Вообще Ситуацией Отметил Что Большинство Рабочих Ну Они Много Аполитичны Это Видно Потому Что Они Не Вступают В Рабочую Партию России Ну И Вообще Мало В какие Партии Вступают Вот Но Время Идет И События Недавние Показывают Что Меняется Все В мире Рабочие Рабочие Напрямую В этом Завязаны Хоть Поскольку Не Интересуется Политикой Не Понимают Может быть Но Напрямую В этом Завязаны И Эти События Ну Как Подстегивают Их Интерес К политике И Начинают Интересоваться Рабочие А что Там Происходит А Что Это К Чему Это Приведет И Что Это Значит Для Них Ну И Цены В магазине Как бы Буржуазия Она тоже Старается Рабочих Подтолкнуть К каким-то Действием Повышает Цены Увеличивая Степень Эксплуатации Вот И Как Карл Маркс Писал Еще Тогда Давно Что Грядущий Кризис В Европе Вобьет Правильность Его теории В голову Выскочек Священной Русской Империи Священной Прусской Империи То Также Текущий Кризис Я надеюсь Что Вобьет В голову Аполитичных Рабочих Необходимость Коллективной Борьбы Потому что Ну Как мы Видим Это Единственный Путь Коллективная Борьба За свои Интересы И Без Организации Без Коллектива Это Невозможно Поэтому Всех Рабочих Призываю Организовывать Рабочие Профсоюзы Вступать В Рабочую Партию России И Начать Уже Интересоваться Политикой Бороться За свои Интересы Жизнь Одна И Можно Конечно Где-то Прозябать Ее А можно Изменить Эту Жизнь И побороться Ну И Не только За свою Будущую Жизнь За Жизнь Будущую Своих Детей Вот Поэтому Все Вступать В Рабочую Партию России Рабочие Победа Будет За нами Гордина Максим Владимирович Самара Слесарь Механно-сборочных Работ РКП Прогресс Езжу Сюда Уже Регулярно И Хотел Бы Для тех Кто В первый раз Может увидеть Наши ролики Ответить На вопрос Зачем Мы Вообще Все Это Делаем То есть Первая Самая Главная Наша Задача Это Улучшение Условий Нашей Жизни Именно здесь На семинаре Фонда Рабочая Академия На российском Комитете Рабочих Рабочие Учатся Как Улучшить Условия Своей Жизни Доступными Им Способами Потому Потому Что Если Сравнить С тем С той Информацией Которую Мы Получаем Здесь И Те Возможности Которые Каждый Может Применить В попытках Улучшить Свою Жизнь То есть Самая Простая Это Какая Если Вам Не нравится Своя Работа Попробовали Уволиться Устроиться На новое Место Два Три Раза Попрыгали Посмотрели А Получается Что Каждое Перемещение Оно Ухудшает Ваши Условия То есть На каждом Новом Месте На вас Нагружают Больше Работы Чем Делал Человек До Вас Просто Потому Что Вы Новый Человек Вы Не Знаете Что Там Происходило Какую Нагрузку Он Выполнял А Здесь Вам Объясняют Товарищи Объясняют Научные Консультанты Объясняют Что Нужно Делать Какие Трудности У вас На пути И Как Эти Трудности Преодолеть С Каждым Разом Здесь Появляются Новые Люди И Вот В этот Раз Тоже Это Очень Радует Каждый Раз Я Встречаюсь Здесь Со Своими Старыми Знакомыми И Это Тоже Очень Здорово Радует Поэтому Приезжаю Сюда С Большим Удовольствием Получаем Много Новой Полезной Информации И Считаю Что Вообще Получить Такую Информацию Больше Нигде В мире В принципе Невозможно Это Очень Ценно Приглашаю Всех Заинтересованных Рабочих Кто Хочет Улучшить Свои Условия Жизни Кто Хочет Повлиять На условия Жизни Вообще В стране Приезжать На российский Комитет Рабочих Голова Шантон Балтийский Завод Ну Было Сказано Что Людям Надо В партию Вступать Да Допустим Чтобы Более Активно Участвовать В жизни Ну Коллектива Я Я считаю В первую очередь Мы Допустим Как коммунисты Должны Показывать Своим Примером Ну В этот Путь Поэтому Мы Должны Быть Более Продуктивные На работе То есть На работе Показывают Пример Качество Быть Высокоморальными Образованными Политически И тогда Люди Глядя на это Потянутся В нужном Направлении Все Спасибо Уважаемые Товарищи От Лица Организационной Комиссии Хотелось Поблагодарить Всех Присутствующих Кто Доехал На Очередное Заседание Российского Комитета Рабочих Очередной Раз Показывает Что Здесь Собираются Самые Сознательные Рабочие Представители Тех Коллективов Которые Уже Сегодня Готовы Действительно Что-то Изменить Не только В своей Жизни Но и В нашей Стране О которых Заботит Не только Своё Будущее А будущее Подрастающего Поколения Та основа Которая Останется Ну Здесь Закладывается Именно Та основа Для Будущего Людей Неравнодушных Уж Если Как бы Вспоминать Классиков Я обращусь Наверное К Марку Туэну Который Говорил Что Равнодушие Хуже Предательство Сегодня Этот Зал Наполнен Именно Теми Людьми У кого Этого Качество Я считаю Нет Который Уже Созрел Чтобы Бороться Бороться За свои Интересы За интересы Своих Товарищей Чтобы Наша Сила Только Приумножалась Чтобы Мы Могли Дойти До Переломного Момента Победить В этой Борьбе Осуществить То Что Было Уже Осуществлено Нашими Предками Это Будет Им Великой Памятью Несмотря На То Что Сейчас Происходит Повсеместно Не только У нас В стране Но и Вообще Идет Передел Всего Мира Мы Как Никто Должны Понимать Что Только От нас Зависит Производство Тех Материальных Благ То Есть От Нашей Работы Зависит Многое Причем Если Допустим Кто-то Стесняется Того Что Он Принадлежит К Классу Рабочему Эти Мысли Надо Гнать От Себя Рабочий Это Звучит Гордо За Нами Будущее За Нами Победа Всем Спасибо Уважаемые Товарищи Традиционно Для Закрытия Российского Комитета Рабочих Приглашаем Всех Сюда Для Исполнения Гимна На Голке Широкой На Стрелке Далекой Гутами Кого-то Зовет Пароход Под Городом Горьким Где Ясные Зорьки В Рабочем Поселке Подруга Живет Под Городом Горьким Где Ясные Зорьки В Рабочем Поселке Подруга Живет В Рубашке Нарядной К Своей Ненаглядной Слышит Объяснится Хороший Дружок Вчера Говорила Навек Полюбила А нынче Не вышла В назначенный Срок Вчера говорила, навек полюбила, А нынче не вышла в назначенный срок. Свидание забыто над книгой раскрытой, Склонилась подруга в окне золотом. До утренней смены, до первой сирены, Шуршат осторожно шаги под окном. До утренней смены, до первой сирены, Шуршат осторожно шаги под окном. В летние ночи, пусть и ракуточки, Под улица парень не хочет уйти. Но девушек краше, чем в сорване нашим, Ему никогда и нигде не найти. Но девушек краше, чем в сорване нашим, Ему никогда и нигде не найти. А утром у входа родного забота, Влюбленному девушка встретится вновь. И скажет немало, я книжек читала, Но нет еще книжек про нашу любовь. На Волге широкой, на Селке далекой, Бутками кого-то зовет пароход. Под городом горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, где ясные зорьки, В рабочем поселке подруга живет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА